Когда самые лучшие украшения женщины не бриллианты, а комплименты и добрые слова. На традиционный прием председателя Брестского горосполкома Александра Рогачука по случаю Международного женского дня были приглашены те, кто добился определенных успехов в выбранной профессии, порой совсем не женской. Представители правоохранительных органов, коммунальных служб здравоохранения, образования, культуры, спорта Встреча объединила порядка 20 девушек и женщин, которые не просто ходят на работу, живут ею. Возраст, взгляды, профессия, статус значения не имеют. В преддверии дня женщин эта встреча традиционная, но в этом году мы вышли на новый формат встречи. Если раньше мы приглашали многодетные семьи, женщин, воспитывающих много детей, женщин-руководители, женщин-депутаты, у нас сегодня очень такой интересный срез женщин, которые себя реализовали в профессии, в семье, сделали себя в этой жизни, как говорится, сами. Самые красивые это Брещанки, в самом красивом городе должны жить самые красивые женщины. Я думаю, что это гармонезно придается. Всех с праздником, всем здоровья, пусть будут любимые и любимые. Это был по-настоящему праздничный и честный прием. Без пафоса, всем максимально искренним. Девушки делились личными моментами из жизни, рассказывали, с чего начинали трудовую деятельность, как не пасовали перед трудностями, чего хотят в будущем и как любят Брест. Встреча получилась вдохновляющей, с настоящим набором инструментов для реализации идей и планов, личных и не только, ведь на кону – миллениум. Женщина-брещанка – это в первую очередь обаятельная женщина. Женщина, которая готовится к тысячелетию города. Женщина позитивная, креативная, со своей харизмой. У женщины Бреста есть свое лицо. Лидеры есть и среди девушек телеканала БУК-ТВ. Корреспондент Анастасия Наздрин-Плотницкая успевает все, жалеет, что в сутках только 24 часа. Каждый день новые темы и репортажи. От экономики до культуры. Настя всегда в гуще всех городских событий и сегодня не исключение. Профессия определяет многое. И ты понимаешь, что ты должен быть в кадре, ты должен быть перед людьми. И поэтому всегда нужно быть интересным человеком, всегда нужно быть ухоженным, все нужно быть аккуратным. И понимать, что от того настроения, которое ты подаришь зрителю, зависит и его настроение. Он придет вечером домой, он включит новости, он будет счастлив, если он будет видеть довольного, красивого корреспондента, который будет рассказывать о хороших новостях. Плохое оно всегда случается в жизни, но хочется, чтобы где-то хорошее компенсировалось. А вот утро Марии Стасюк, по ее же словам, всю жизнь начиналось с пожарной сирены. Воспитываясь на примере отца и брата, девушка стала инспектором надзора и профилактики Брестского городского отдела по чрезвычайным ситуациям. Я всю жизнь мечтала работать в МЧС. А какие качества? Наверное, добросовенность, целеустремленность и просто быть человеком в любой ситуации. Это самое главное. Только, наверное, не в нашей профессии, во всех профессиях. Без внимания, подарков и поздравлений не осталась ни одна участница приема. Продолжился праздник в Брестском областном общественно-культурном центре. Концерт объединил сотни женщин. Педагоги, врачи, руководители, общественные деятели, лидеры будущего и прошлых лет. Были как раз годы подъема в республике. Подъема всего. Подъемы сельского хозяйства. Подъемы тогда называлось у нас народного хозяйства. Подъемы в образовании, в культуре. Любили и работать, и детей, и ходить в театры, и читать много любили. С главным весенним праздником брещанок со сцены поздравлял градоначальник. По состоянию на 1 января 2019 года в городе Бресте проживало 186 тысяч 767 представительниц прекрасного пола. На 26 тысяч больше, чем мужчин. Поэтому в вашем весе я хочу поздравить всех вас 186 тысяч 767 представительниц с этим замечательным весенним праздником, который так удачно попал на рабочий день, подарил всем нам трехдневные выходные. Порадовали творческие коллективы города, вокалисты, танцоры и приглашенные артисты. Праздник прошел на одном дыхании и, несомненно, оставил в женских сердцах ощущение счастья. Ведь нам, прекрасной половине человечества, чтобы расцвести, как первый весенний цветок, нужно совсем немного. Внимание того, кто рядом. Виктория Нечаева, Павел Малошонок. Итоги недели. Продолжение следует...